Личный кабинет пришел на смену письмам счастья, которые на четырех листах оповещали граждан об их пенсионных начислениях. Теперь на получение необходимой информации уходит до 10 минут. В режиме видеоконференции состоялась презентация нового электронного сервиса «Личный кабинет застрахованного лица». Начальник управления организации персонифицированного учета Инна Абрамкина и исполняющий обязанности управляющего отделением Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю Татьяна Ткаченко рассказали о разработке. Попасть в личный кабинет можно на сайте Пенсионного фонда, либо через сайт Госуслуг. Те, кто уже зарегистрирован на этом портале, могут войти в личный кабинет с теми же логинами и паролем. Вас переведет на сайт Госуслуги, попросит ввести пароль, вы его введете и назад вернетесь на сайт Пенсионного фонда, но уже войдете в свой личный кабинет. И сразу же, войдя в информацию о сформированных пенсионных правах, вы увидите, сколько баллов вы уже накопили, какой общий стаж у вас на сегодняшний день. С этого года пенсии считают по-новому. На личных пенсионных счетах копятся уже не рубли, а баллы. По новой пенсионной реформе в баллы пересчитаны накопленные до 2015 года отчисления ваших работодателей, иначе называемый индивидуальный пенсионный коэффициент. Результаты этого пересчета теперь каждый может увидеть в личном кабинете застрахованного лица. Гражданин имеет возможность, первое, рассчитать свою будущую пенсию, и в усовершенствованном пенсионном калькуляторе, помимо рассчитанной пенсии, также будет указано количество баллов, которое, предположительно, гражданин наберет за период своей трудовой деятельности. Система персонифицированного учета на личных счетах работает только с 1997 года, поэтому самые ранние сведения, которые можно получить, начинаются с этого времени. Вся трудовая деятельность до этого момента и накопленные годы стажей суммы на пенсионных счетах не учтены. Для того, чтобы новый расчет пенсии за 2015 года был полным и точным, необходимо представить в пенсионный фонд вашу трудовую книжку для подтверждения стажа до 1997 года, а также справки о вашей зарплате за любые пять лет работы подряд. Новая пенсия будет рассчитываться для тех, кто уже на нее вышел. Она не уменьшится по сравнению с тем, что уже получает пенсионер, даже в том случае, если новый расчет пенсии покажет меньшую сумму. В этом случае пенсия останется прежней.